И за Белым Кроликом Вершена работа над Матрицей 5 Также есть новости о Моане 2, Муфасе, Уфасе, Ической Четвёрке и Джокер 2 Всё это и многое другое ждёт тебя в новостях от Киночек Возвращение обожаемого Джокера продолжает обретать форму Первый постер уже опубликован Возрастной рейтинг подтверждён, скоро выйдет первый трейлер Джокер Тодда Филлипса собрал больше миллиарда долларов при бюджете в 55 миллионов Став огромным хитом 2019 года С учётом рейтинга R в США эти цифры впечатляют Этот рейтинг подтверждает, что фильм предназначен для более взрослой аудитории Как объявлено, во второй части компромиссов не будет Ассоциация кинематографистов сообщила, что Джокер 2 Также получил рейтинг R Причина Виолентные сцены, нецензурная лексика, сексуальное содержание и нагота Тодд Филлипс разместил первый постер в Инстаграм Показан Джокер в исполнении Хоакина Феникса и Харли Квинн Леди Гаги В трогательной танцевальной сцене Флоган отличный, премьера Джокера 2 запланирована на 4 октября 2024 днава Первый трейлер выйдет в ближайшие дни Варнер подтвердил его релиз 9 апреля Объявление о Moani 2 в кинотеатрах в этом году стало сюрпризом Первая часть была успехом, так что вряд ли от второй части будут низкие ожидания Новый кадр показывает нашу героиню в действии Изображение от Волт Дисней показывает Моану в затруднительной ситуации По ее внешности видно, что она вовсе не боится Ратное даже, но на заднем плане странное существо Половина гора, половина рыба, по крайней мере на это намекают глаза и крюки История Moani 2 начинается через три года после первой части На этот раз героиня отправляется на поиски людей за берега Матануи Ее сопровождает новая команда из неожиданных моряков Moana 2 изначально планировалась как сериал для Disney+, но стала полметражным фильмом 27 июня 2025 года планируется выпуск экранизации предшественника Где Дуэйн Джонсон играет Мауи Но сначала вторая часть выйдет в кино 27 ноября 2024 года Мы в нетерпении ждем Возможно ли женская версия серебряного серфера в Фантастической четверке? После многих предположений слухи, похоже, подтверждаются Журнал Deadline сообщает, что актриса Озерка, Джулия Гарнер Присоединилась к актерскому составу Фантастической четверки, Marvel Она играет роль знаменитого серебряного серфера Роль Шалвы Бал, версии знаменитого персонажа Создание Шалва Бал, 1968 года, Стэном Ли и Джоном Бушимой для комикса Серебряный серфер номер один Возлюбленная серебряного серфера, путешествующего по вселению Служа злодею Галактусу, играющего роль в приключениях Фантастической четверки Шалва, правитель их планеты Земла Позже она отправляется на Землю, встречая возлюбленного Дердум манипулирует ей, и она получает силы серебряного серфера В оригинальном комиксе это происходит Режиссер Мэтт Шекман, сценаристы Джош Фридман и Джефф Каплан Возможно, черпали вдохновение из этой сюжетной линии Конечно, это говорит о том, что Фантастическая четверка С Педро Паскалем, Ванессой Кирби, Джозефом Куином и Ебином Мосса Бахраком Может встретиться с Доктором Думом или Галактусом Слухи об этом не прекращаются Оригинальный серебряный серфер также сыграет важную роль Так что это вряд ли будет просто смена пола Съемки планируются на это лето Фантастическая четверка выйдет 25 июля 2025 года Первые впечатления от нового короля льва Первый кадр приквела Муфаса был продемонстрирован публике Мы видим маленького Муфасу в виде летящего льва В безжизненном пейзаже Кожесть с сыном Симбой поразительна В короле льва Симбе пришлось смириться со своей судьбой Стать главой земли гордости История Муфасы разворачивается до событий классического Диснея По названию извлекается загадочная история Муфасы Попав в перепад воды Муфаса встретил молодого Шрама Они становятся друзьями и вместе вырастают Братя Годы идут, они сталкиваются с группой львов, угрожающей их существованию Муфаса и Шрам вынуждены бежать В путешествии опасности проверяют их верность Фильм Барри Дженкинса выходит 20 декабря Вернемся к Матрице Три года после возвращения Нео разрабатывается пятая Матрица Киноманы верно считают одно Первая Матрица – классика, новые стандарты экшена и фантастики Сиквелы вызывают споры Матрица – воскрешение – не исключение Неоднозначные рецензии и слабые сборы отражают это Фильм собрал 157 миллионов с бюджетом в 190 миллионов Полный провал, так сказать Параллельный выпуск фильма на HBO Max и в кинотеатрах оказался ошибкой Тем не менее, Голливуд все еще верит в потенциал франшизы По информации Variety, Warner Brothers работает над новым фильмом В отличие от предыдущих фильмов «Матрицы» Вачовски будут участвовать только как исполнительные продюсеры Режиссером будет Дрю Гадарт Он написал сценарии к монстру и марсианину Ридли Скотта И продемонстрировал свои режиссуры в «Хижине в лесу» и «Плохие времена в Эль-Рояле» Решение пригласить Годдарда объяснил президент Warner Production Джесси Ирвинг Придется понаблюдать за идеями и навыками, которые Годдард привнесет в франшизу Неясно, вернутся ли Киану Ривз и Кэрри Энн Мосс к своим ролям Но Нил Патрик Харрис, Яхья Абдул Матин II и Джонатан Гроф вернулись Воскресло кукла-убийца Спустя пять лет после ремейка детских игр, новый фильм готов дополнить сериал, по словам создателя Дона Манчини В Манчини уже есть конкретная идея В подкасте «Кошмары наяву» он вспомнил, что послал бы Чаки в космос, если бы фанаты проявили интерес Обычная идея, но путешествие к звездам обычное для хоррор-франшиз Джейсон Икс, Лепрекон 4, Восставший из Ада 4, Примеры Нехватка поддержки фанатов не проблема для детских игр, популярный уже 36 лет Подолжение работы Манчини скорее всего приветствуется Последний раз он руководил культом Чаки, который вышел в 2017 Отличные новости для трекеров После лет нерешительности, наконец, уверенность Скоро выйдет «Звездный путь Читори», новый сценарист, ведет проект к успеху Восемь лет фанаты ждут новых приключений команды Энтерпрайза Франшиза сильна в сериалах, как «Звездный путь Дискавери» и «Странные новые миры» С момента «Звездного пути бесконечность» на большом экране мало что произошло Когда-то Мэтт Шекман, режиссер Ванда Вижна, был надеждой для «Звездного пути 4» Но он оставил проект, посвятив себя фантастической четверке в МСЮ Будущее «Звездного пути» с Крисом Пайном выглядело необещающим Наконец, хорошие новости Variety сообщает «Звездный путь 4» действительно выйдет Нанят сценарист Стив Яуки, ответственный за «Бортпроводница» и «Роковой патруль» Пока нет подробностей о сюжете, но четвертая часть должна стать грандиозным финалом Непонятно, кто из актеров вернется и кто будет режиссером Вот и все на этой неделе Не забудьте посмотреть новые трейлеры на канале Продолжение следует...